Был воскресный день, девушка по имени Меган вернулась со своей работы, где она работала официанткой в городском кафе. Она очень устала и хотела поскорей вернуться домой. И вот она уже была в своем уютном доме, когда внезапно услышала звонок в дверь. Она подошла к ней, открыла и увидела там девочку лет семи с большим животом. Смущенная и испуганная, Меган пригласила ее в дом и спросила, что случилось. Девочка, дрожащая от страха, рассказала Меган свою историю. Оказалось, что она жила с отчимом после смерти своей матери, и в последнее время он начал приставать к ней. Девочка долго терпела издевательства своего отчима. Он постоянно закрывал ее в комнате и совершал с ней насильственные действия. В школу девочка не ходила, так как отчим предупредил учительницу в школе, что девочка серьезно болеет, и она проходит курс лечения. Девочка постоянно пыталась бежать, но всегда безрезультатно отчим ловил ее и снова и снова запирал ее в комнате. Кроме погибшей мамы, у нее не было родственников. После ее смерти отчим удочерил ее. Поэтому никто не мог проверить, как она живет и что с ней. Девочка терпела издевательства на протяжении семи месяцев, и вот однажды, когда ее отчим уснул в алкогольном опьянении, она открыла дверь комнаты, тихонько прошла до входной двери и побежала искать помощи. Так через 20 минут она наткнулась на дом Меган и решила попросить у нее помощи. Меган, слушая разговор девочки, поняла, что ситуация очень серьезная и сразу же позвонила в полицию. Когда правоохранители прибыли, они взяли показания у девочки и направились к дому отчима. Они с девочкой жили на окраине города, в ветхом домике, который принадлежал покойной маме девочки. Полиция задержала мужчину, и в ходе расследования стало ясно, что он действительно злоупотреблял своим положением по отношению к девочке. Шли долгие разбирательства, и, наконец, после нескольких судов его признали виновным по пяти статьям. Его посадили на пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Спустя месяц девочка родила здорового ребенка. Меган была поражена силой и мужеством этой девочки, прошедшей через столько страшного. Она решила, что не может оставить их одних, и предложила удочерить малыша и его маму. Так начался сбор документов на удочерение. Проблем было много, но Меган справилась, она поддерживала девочку на всем пути. Так Меган стала не только героиней для девочки, но и новой мамой для маленькой семьи. Она окружила их любовью, заботой и защитой, помогая забыть о прошлом и строить новое будущее. Девочка, теперь уже мама, благодарила Меган каждый день за спасение и веру в них. И хотя прошло много времени с того дня, когда девочка постучалась в дверь Меган, они остались с семьей, связанной не только кровью, но и бесконечной любовью и поддержкой. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного, и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.